Доброе утро, друзья! Вы смотрите Завтрак в городе Че. С вами я, Олеся Стародуб. И сегодня мы приготовим вкусный, полезный завтрак. Мы приготовим овсянку не совсем классическим способом. Классический способ уже надоел, будем честными. Поэтому мы приготовим овсянку с печеными яблоками, с сиропом. Сейчас я расскажу, как мы будем готовить этот замечательный, вкусный, полезный завтрак. Я разогрею сотейник, добавлю туда молоко. Овсянку можно готовить на молоке, можно готовить на воде, можно готовить на воде и молоке пополам. Я сегодня использую просто молоко, потому что так вкуснее, так жирнее. Вы можете использовать жирное отборное молоко, можете использовать обезжиренное, наоборот, молоко, если вы на диете, если вы после праздников пытаетесь привести себя в порядок, прийти в форму. Так, овсяные хлопья я использую классические, которые требуют варки. Ни в коем случае это не хлопья, которые быстрого приготовления. Я буду добавлять уже сейчас в холодное молоко. Готовлю немного, небольшую порцию, поэтому я думаю, что несколько столовых ложечек будет вполне достаточно. Немножко добавлю соли. Сахар добавлять не буду. Объясню почему. Я планирую использовать сироп, яблоки и творог. Наверняка вы не пробовали еще овсянку с творогом. Я уверяю, что это очень вкусно и очень полезно. Так как овсянка богата углеводами, которые зарядят вас на весь день энергией, а белок, который находится в твороге, он будет благотворно влиять на ваши тренировки. Наверняка, которые ожидают вас в течение дня. Так, убавим немножко огонь, чтобы овсяночка томилась. Немножко помешиваем. Подавать будем вот в такой тарелочке. Как я сказала ранее, мы будем использовать печеные яблоки. Я их запекла заранее. Вот такие они внутри, кашицеобразные. Нам необходимо извлечь пюре, яблочное пюре. Я сразу буду выкладывать на тарелку. Убираем кожицу. И аккуратненько. Так же поступаем со следующим яблоком. Аккуратненько достаем пюре. Стараемся это делать так, чтобы косточки, семечки не попадали в ложку. Вы можете яблочки запечь заранее, вечером. Когда у вас нет никаких дел, когда вы никуда не торопитесь. Когда вы уже отдыхаете. Яблоки сами запекаются в духовке. Необходимо сделать небольшие такие дырочки зубочистками или вилочками, чтобы яблоки не лопнули. Чтобы вам не пришлось отмывать духовку. Последнее яблоко я не буду трогать. Я хочу ему красить. Теперь я возьму немного творога. Посмотрим, как наша каша. Почти готова. Сейчас она дойдет. Теперь аккуратненько пытаемся растолочь яблоко с творогом. Здесь нам поможет сироп. Сегодня у меня клубничный сироп. Если у вас есть ягоды замороженные или свежие, вы можете отправить их туда же. Вы можете их отправить, если это замороженные ягоды, непосредственно в кашу, чтобы они оттаяли и отдали свой вкус, цвет. Очень здорово здесь будет смородина, черная или красная. Или, например, малина. Мне очень нравится с малиной. Так, ну что, практически готово. Сейчас я выложу кашу к нашему творогу. Аккуратно перемешаю. Не забываем добавить небольшой кусочек масла. Масло. Завтрак готов. Можно подавать к столу. Я вам рекомендую попробовать. Прямо сейчас отправляйтесь на кухню. Готовьте кашу с творогом. Я уверена, что вам понравится. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Хорошего дня и удачной рабочей недели.